Стрельба в центре города. На улице Успенской, 13, произошел конфликт между жильцами дома и работниками Инфоксводоканала. На месте также находились сотрудники охранного агентства Варта Миста. Один из них, чтобы успокоить протестное настроение одесситов, открыл по ним стрельбу. Подробности в сюжете Татьяна Лесничук. Конфликт произошел около 11 утра на улице Успенской, 13. Там сотрудники Инфоксводоканала как раз начали раскопки во дворе, но жители стали преграждать путь спецтехники. На месте появились представители частной охранной фирмы. На меня лично набросились. Сзади бегал в черной рубашке товарищ, якобы замначальника охранного агентства Варта Миста. Потом он же стрелял, когда я находился в машине. Я просто пытался, я сначала заехал, они выскочили передо мной, ну и не знаю, человек, он вообще неадекватный. Начали толкаться, не пускать нас, чтобы мы перекрыли это все. Начали резать. Здесь был один очень агрессивный молодой человек, в черной кепке ходил. Я сначала подумала, ну и наркоман, или кто он такой был, потому что он себя вел неадекватно. И когда подъехал мой муж и хотел сюда проехать, чтобы ехать во двор, он выскочил, начал стрелять по машине, рваться, открывать дверь, рваться к нему. И мне так кажется, ударил чем-то по машине. Со слов жильцов, это уже не первая попытка инфоксводоканала раскопать их двор. Одесситы утверждают, их канализации хотят подключить мини-отель, построенный в соседнем дворе. Вот они решили в обход, так как перед 17-м домом у них не получилось, они решили пройти вот здесь. Жильцы против, потому что это лишние нагрузки. Эта канализация делается в пользу 17-го дома. Когда местные выступили против работ, чтобы их успокоить, работники охранной фирмы открыли стрельбу. Сотрудники инфокса говорят, охранную фирму не вызывали. От комментариев отказались. Я комментариев не даю. Бред не комментирую жильцов. Пожалуйста. Договорились. Мы работаем согласно вымок чинового законодательства. Все разрешения у нас есть. Инфокс просто проводит технический ремонт, утверждает Вашеговский Михаил. Он представитель собственника подвала соседнего дома. Говорит, несколько лет подвал подтапливают сточные воды. Он и вызвал коммунальщиков, чтобы те отремонтировали коммуникации. Проведение технического ремонта, который произошел из-за того, что затопило подвал. Там сырость из-за того, что заливает. Местные не верят словам Михаила. Говорят, ремонт только прикрытие. В прошлый раз, когда водоканал пытался сделать то же самое, что сегодня, они сами об этом сказали. Они сказали, что у них есть проект. Показали этот проект людям. По-моему, даже где-то кто-то снимал телевидение этот проект. И это проект подключения дома, который незаконно построен в нашем дворе. Напомню, конфликт на Успенской 17 длится почти два года. В жилом дворе построили гостиницу. Все это время ее пытаются подключить к местным коммуникациям. Татьяна Лесничук, Алексей Филиппов, Седьмой канал.